Впервые за несколько лет легкоатлетический пробег сказы Бажова проходил в солнечную погоду. Хотя тучи и кружили над Поливским, но дождя в этот раз не было. По сложившейся традиции, гостей приветствовали и подчевали хлебом с солью, медной горы хозяйка и Данила Мастер. А с напутственным словом выступили почетные гости. Столь значимое для нас и масштабное мероприятие, конечно, должно проходить на главных улицах нашего города. Для того, чтобы как можно больше горожан смогли увидеть, насколько огромное внимание и интерес предъявлен к этому спортивному празднику. Действительно, мы создаем условия для того, чтобы наши поливчане занимались спортом. Этот пробег традиционный. Очень приятно видеть здесь с нами самых младших ребят, в строю, спортсменов и наши ветераны. И это все радует, поднимает настроение и понимаем, что это очень здорово. Администрация города, администрация завода поддерживают, любят спорт и проводят такие замечательные мероприятия. Я вам всем желаю сегодня хорошей погоды, всем дойти до финиша. И среди вас сегодня все победители, проигравших нет. С праздником, удачи! Начать в этом году пробег пришлось с минуты молчания в память о недавно ушедшем из жизни президенте Международного и Всероссийского клуба любителей бега Владимире Волкове, который многие годы помогал с организацией пробега. Первыми на старт привычно вышли воспитанники детских садов, которые бежали так называемый карнавальный забег, уже давно ставший изюминкой Поливского фестиваля бега. Всего в этом году на старт вышло более 200 малышей, в том числе и из Невьянского детского сада. Узнали от заслуженного тренера Российской Федерации Михаила Чумичева. Он сюда ежегодно привозит детей. Он нас пригласил, мы зарегистрировались, его седьмой год едем. Проехали ровно три часа. Выехали в семь утра, вот приехали, сейчас поедем обратно счастливые, довольные. Ребята получили массу положительных эмоций, а на финише наперебой делились впечатлениями. Я его обогнал, а я 10 обогнал. Мне понравилось потом взорваться. Мне понравилось, как я обогнал вот эту вот девочку. После детсадовцев старт приняли более 600 спортсменов и любителей на дистанциях 5, 10 и 20 километров. Возрастной диапазон участников нынешних сказов Бажова от 5 до 80 лет и старше. География легкоатлетов не менее внушительная. Помимо Свердловской области были представители Тюменской, Челябинской и Курганской, а также Пермского края. Да, ребята, это вообще, как говорится, кайф, потому что, ну, адреналинчик немножечко. Я не только гладкий бег, но и трейлы, там, горный бег, там, конвактский марафон, допустим. Интересно, здорово. Тяжело было бежать, особенно когда ветер. Доволен своим результатом? Да. Я ежегодно приезжала, но в прошлом году не была, и дистанция сегодня новая у вас. В прошлом году, говорят, такая была. Ну, вообще прекрасно, конечно. Мы раньше-то, я вообще, ну, большие года уже сюда ездила, но мне очень нравится здесь. Вообще, вот сам фестиваль, вот, то, что все такие, много народу выходит, все дружные такие. В общем, это, как сказать так, это жизнь, вот это моя жизнь. Вот, я здесь отдыхаю. Мы уже второй год бегаем с дочерью, очень нравится. Но тяжело, потому что жарко на улице. И в горку работать приходится. Надо менять в следующем году, без горок. В итоге, в абсолютном первенстве на дистанции в 20 километров победителями стали екатеринбуржцы. Олеся Шуклина и Кирилл Недосеков. Самый возрастной участник также из Екатеринбурга Юрий Зайцев, 1933 года рождения, бежал 5 километров. Самый юный участник 2016 года рождения Данил Мерзляков из поселка Камышино преодолел также 5-километровый отрезок. Все участники получили памятные призы, медали и футболки.